Это не просто прогулка по прекрасной Байдарской долине. Инспекторы Севастопольского лесничества совершают ежедневный рейд. Главная задача – проконтролировать соблюдение правил пожарной безопасности. На этот раз лесники выбрали особое место, где нельзя не только разводить костры и использовать мангал, но даже просто находиться на территории. Мы находимся в Чернореченском каньоне. Это каньон реки Черной, который примыкает непосредственно к водохранилищу. Это зона санитарной охраны нашего питьевого источника и, соответственно, зона строгой охраны заказника Байдарский. Здесь ежедневно проводятся рейдовые мероприятия и сотрудниками нашего Северпроднадзора, и сотрудниками лесничества. Как я уже говорила, здесь запрещено посещение, поэтому по статье 8.39 Кодекса административных правонарушений минимальный штраф составит 3 тысячи рублей просто за то, что вы здесь находитесь. С 19 апреля в Севастополе и его окрестностях объявлен пожароопасный сезон. А это значит, что отдохнуть на природе с мангалом или костром теперь можно только в специально оборудованных местах. А для тех, кто не соблюдает правила пожарной безопасности, законодательством предусмотрены штрафы. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по статье 8.32 Административного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает в данный период времени наказания для физических лиц от полутора до трех тысяч рублей. На сегодняшний день инспекторы Севастопольского лесничества совершили порядка полутора тысяч выездов. Суммарно они прошли расстояние более 40 тысяч километров. Ежедневные рейды работают как хорошая профилактика. Всего с начала года на территории региона зафиксировано 4 лесных пожара. За аналогичный период 2020-го их число достигло 10. Сотрудники Севприроднадзора рекомендуют туристам и местным жителям заранее планировать маршруты своего отдыха. На самом деле узнать, где разрешено посещение, где не разрешено посещение, также какие ограничения есть на той или иной территории, очень просто. Нужно зайти на публичную кадастровую карту, открыть слой зоны с особыми условиями использования территории. Они называются кратко «ЗОУИД». Соответственно, потом кликнуть на нужную территорию, и вы увидите все зоны, которые находятся на данной территории. Согласно принятому постановлению правительства Севастополя, пожароопасный сезон в регионе установлен до наступления устойчивой, дождливой осенней погоды или образования снежного покрова. Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, Севинфорумбюро.